Всем привет, друзья! Приветствую вас в видео, в котором я расскажу, как подключаю, настраиваю платежи на клиентских проектах, то есть клиентам и на своих проектах. В работе я использую свою собственную CRM. Чтобы не зависеть ни от какой CMS, чтобы не зависеть ни от каких сервисов, которые берут комиссию, чтобы не зависеть от платформы, мной было принято решение разработать свою собственную CRM. То есть данное решение, оно не зависит от платформы. Это может быть просто лендинг без бэкэнда, или это может быть просто мобильное приложение. Тоже там можно организовать продажи без проблем, без привязки к платформе. То есть можно привязать ее к абсолютно любой HTML-затычке, и это будет работать. Я работаю с UCAS очень много лет. Это крутой инструмент из всех платежных систем. Это платежная система с самой высокой конверсией. И я считаю, что это происходит благодаря очень важной киллер-фиче. Дело в том, что UCAS используют крупные сторы, крупные магазины, и когда клиент оплачивает, он может сохранить карту. И потом, когда вы подключаете эту систему к своему проекту, вы получаете возможность продавать в два клика огромному количеству клиентов. Но если взять, допустим, другую кассу, менее популярную UCAS, самая популярная касса у нас. Если взять какую-нибудь другую, как выглядит сценарий? Клиент вбивает реквизиты, то есть свою карту. Во-первых, не каждый будет ее вбивать. Процентов 20 просто закрывают, уходят. Ну, в зависимости от ценности продукта, конечно. Но когда сохранены реквизиты, это действительно киллер-фича. Данное решение, которое я сегодня покажу, это моя разработка. Для данного видео, для данного примера, я зарегистрировал домен USale. Здесь я разместил простейшую формочку. То есть это самая обычная HTML-форма, которая может находиться на вашем лендинге, которая может находиться на страничке вашего сайта. То есть это очень простой пример, который покажет вам, насколько легко и просто пользоваться данным решением. Итак, давайте перейдем обратно в панельку. Мы будем размещать, вообще я рекомендую размещать платежный модуль на поддомене. То есть независимо, какой сайт у вас или у вашего клиента, допустим, у нас USale, мы сделаем поддомен сейл. Здесь неважно, с каким хостингом вы работаете, большинство современных хостингов поддерживает все возможности, которые я покажу. Но я в своей работе использую SpaceWeb, поэтому я буду использовать именно его. В целом это неважно. Переходим в домены. Здесь нам необходимо создать поддомен, добавить поддомен. Давайте введем имя поддомена, пусть это будет сейл. Создадим новый сайт для нашего платежного сайта. Давайте назовем его сейл. Отлично. Поддомен успешно создан, мы видим его. Для работы нашего модуля нам нужен SSL сертификат. Здесь мы переходим в SSL и регистрируем бесплатные сертификаты. Давайте нажмем установить. Для начала мы установим Let's Encrypt для домена USale и потом уже для поддомена. Установить. Еще раз кликаем установить. Let's Encrypt. USale. И выбираем поддомен сейл. Установить. Смотрите, теперь здесь написано, что установка в данный момент невозможна. Нам просто нужно немножко подождать. Давайте дождемся, когда установится сертификат для основного домена и перейдем дальше. Итак, друзья, мы получили уведомление. Сертификат установлен. Давайте обновим страничку. Здесь мы видим, что сертификат для основного домена установлен. Давайте нажмем еще раз установить. Let's Encrypt. Выбираем USale. Выбираем поддомен сейл. И регистрируем сертификат уже на поддомен. И ждем заказ в обработке. Ну, давайте пока регистрируется сертификат. Ознакомимся с Readme.txt. Ну, давайте посмотрим на файлы. Что вы найдете? Здесь папочка Deploy, которую я перейду позже. В видео вы найдете вот это видео. DateBase – это база данных. Ucasa CRM – это сама CRM. Ну, и также Readme.txt. Давайте его откроем и посмотрим. Здесь, в общем-то, все настройки, которые мы сегодня последовательно с вами пройдем. Ну, и давайте пока регистрируется сертификат, еще зарегистрируем почту. Нам обязательно нужна почта домена. Потому что при отправке уведомлений покупателям или администратору, письмо будет отправляться с сервера. Соответственно, мы переходим в хостинг, почта и добавляем ящик. Давайте назовем его Info. И я укажу какой-нибудь простой пароль. Password123 пусть будет. Ну, и в комментарии тоже добавлю, чтобы, если что, не забыть. Создаем. Сразу можем перейти в веб-интерфейс нашей почты, потому что она нам пригодится. Info.usail – это у нас email. И пароль у нас Password123. Один, два, три. Отлично. Почтовый ящик создан. Здесь давайте тоже сделаем некоторые настроечки. Перейдем в ящик. Я обычно антиспам контроль выключаю. Если вам надо, вы можете его включить. Здесь, обратите внимание, SpaceWeb поддерживает функцию SPF. Это очень важная функция. Чуть позже я расскажу, почему. Давайте перейдем к сертификатам SSL. И он все еще в обработке. Ну, давайте подождем. Ну, давайте не будем терять времени. Что-то он затянулся, обработка заказа. Давайте перейдем в файловый менеджер. И перейдем в sale.usail. Это наш сайт. Нам необходимо открыть папочку, в которой находится именно папка public.html. Нам ее необходимо удалить. Теперь давайте разместим UCASA CRM 7-Zip в этой папочке. Отлично. Мы можем распаковать. Здесь мы распаковываем архив именно здесь. Да? Отлично. Архив распаковался. Можем его удалить с сервера. Здесь уже есть папочка public.html. в которой все настроено. Данное решение написано на Symfony. Это очень безопасное решение. Поэтому все core файлы, они находятся выше паблика.html. Давайте сделаем первоначальную настройку. Откроем .env. В папке вы также найдете решение для деплоя. Чуть позже я к нему перейду. Это сейчас прям не супер важная тема. Давайте пройдемся по настройкам. И давайте посмотрим. Все, что решетка, это у нас закомментировано. То есть на это можем не обращать внимания. Сразу переходим к настройкам. И настройки у нас начинаются с базы данных. Кстати, да, нам нужно еще создать базу данных. Давайте это сделаем. Переходим в базу данных. И создаем новую базу данных. Нам подойдет версия 5.7. В принципе, вы можете использовать любую версию. Здесь я просто укажу password также. 1, 2, 3. И продублирую в комментарии, чтобы не забыть этот пароль. Создаем. Отлично. Давайте перейдем в phpMyAdmin. И импортируем базу из архива. Открыть phpMyAdmin для редактирования. Здесь мы выбираем нашу базу данных. Она у меня называется вот таким образом. Импорт. И выбираем файл. Касса серы. DateBase SQL. И нажимаем импорт. Отлично. Но пока не закрываем phpMyAdmin. Он еще нам пригодится. Давайте перейдем в файловый менеджер. И посмотрим, что нам дальше необходимо делать. Давайте откроем env. И посмотрим. Итак, смотрите. DateBase URL. Нам необходимо настроить подключение к базе данных. Это мой пользователь. Он выглядит вот так. Пароль. 1, 2, 3, который мы создавали. И dbName, она полностью соответствует моему профилю. У вас, возможно, это будет другое название. То есть пользователь, пароль, название базы данных. И сразу можем, в общем-то, настроить почту. Здесь уже указано info.usale. То есть такой placeholder я оставил. Вы заменяете на вашу почту, которую мы только что создали. И здесь тоже. То есть здесь заменяем и здесь. И указываем пароль. SMTP. Обратите внимание, что SMTP у нас используется. То есть если вы используете SpaceWeb, здесь ничего менять не надо. Если у вас другой хостинг, уточняйте в техподдержке, какой у вас сервер электронной почты. From info.usale. Здесь очень важно. From должен быть именно почта домена, чтобы почтовые клиенты не блокировали ваши письма. Здесь тоже будет небольшой затык. Чуть позже я покажу, как его решить. И email admin. Email admin – это не то же самое, что email from. Это почта менеджера, который работает с заказами. То есть ему на почту будут прилетать заказы. Я укажу сюда свою почту. Name. Здесь можно в кавычках указать название магазина. Например, магазин подарков. Email sale – это заголовок. То есть заголовок письма, который будет приходить администратору. Что касается UCASA настройки. Здесь мы не будем рассматривать регистрацию UCASA, настройку интерфейса и так далее. Я предполагаю, что UCASA у вас уже настроена. Проект, который вы создали, одобрен. К слову сказать, процент одобрения очень высокий. В моей практике крайне редко какой-то проект не одобряли. И то после общения с техподдержкой, после размещения правильной оферты, например, или других правок, его одобряли. То есть какой бы у вас ни был проект, чтобы вы не продавали, вы можете зарегистрировать. И вам его вполне себе легко одобрят. Сюда мы забиваем UCASA shop ID и ключ, то есть ваш секретный ключ. На время теста я подставлю сюда свои данные. И следующий момент. На время настройки я рекомендую изменить app.inv на dev, чтобы видеть, какие ошибки у нас будут. Сохраняем. И закрываем. Давайте сразу выполним еще некоторые настроечки. Переходим в сайты. И давайте настроим наши сайты. Здесь нам необходимо выбрать PHP версию не ниже 8.1. Я выберу PHP 8.1 opcache. Этого будет достаточно. Сохраняем. Сайты. И то же самое сделаем для поддомена sale. Настройки. Изменить. Выбираем веб-сервер. И выбираем PO. Это PHP 8.1 opcache. Итак, друзья, сертификат у нас установлен. Давайте перейдем на главную страницу сайта и проверим, работает ли у нас HTTPS. Отлично. Мы видим, что сертификат подтянулся и подключение защищено. Ну что, давайте попробуем перейти в админку sale.usale.ru и переходим в админку. Админ. Здесь мы видим, что у нас есть поле входа. Давайте посмотрим README. И для начала давайте зададим логин и пароль. Для того, чтобы нам это сделать, давайте перейдем в панель управления, инструменты и SSH. Здесь нам просто необходимо включить SSH доступ. Он включается на 24 часа, но вы можете написать в поддержку, чтобы доступ был постоянным. Давайте откроем папочку. Любую абсолютно папку. В зависимости от того, каким окружением вы пользуетесь, либо GitBash, либо Windows WSL, мы открываем терминал и подключаемся к нашему сайту. ssh.login.usale.ru И здесь вводим пароль от аккаунта. Отлично. После того, как мы зашли на хостинг, давайте я покажу, как поменять пользователя. Переходим в phpMyAdmin. Мы ее не закрывали. Здесь будет какой-то email. То есть здесь он абсолютно для примера. Конечно, есть и пароль дефолтный, и вход. Здесь мы поменяем email. Просто меняем это поле. Info.usale.ru Отлично. Мы видим, что почта поменялась. После этого мы переходим в SSH, то есть на сервер, который мы открыли. И давайте откроем Redmi.txt. Здесь вы найдете команду php81. Вот такую вот. В зависимости от версии php, здесь необходимо будет указать ваши данные. Давайте выделим эту команду и вставим ее в консоль. Да, здесь обратите внимание, если вы получаете такую ошибку, значит вы не перешли в папку продаж. Давайте введем ls и посмотрим, где у нас папка с продажами. Это saleusale.ru CD saleusale.ru И теперь можем снова выполнить эту команду. Отлично. Теперь мы можем ввести новый пароль. Новый пароль будет генерироваться для той почты, которую вы указали в базе данных, как я показал ранее. Давайте введем наш любимый пароль. Password. 123. И мы получим две строчки. Одна из них это хэш. Нам необходимо взять вот этот хэш полностью, даже если в конце будет точка. И разместить его вот здесь. То есть выделяем все. Ctrl A. Вставляем. Отлично. Все сохранено. Давайте зайдем в нашу админку. info.usale.ru И наш пароль. Отлично, друзья. Мы вошли в админку. Мы на практике, то есть на реальной продаже. Я покажу, как это работает. Данный инструмент подойдет вам как для обычных продаж физических товаров, когда у вас работает менеджер, который обрабатывает заказы, так и для электронных товаров. Здесь есть для этого все нужные инструменты. Давайте перейдем в продукты. Здесь мы видим, что у нас забит какой-то простенький продукт. Давайте посмотрим. Здесь очень просто. Это название и description. Цена. И можно указать неограниченное количество ссылок. Если вы продаете электронный товар, если, например, программа какая-то, курс и так далее. Если у вас продажи физических товаров, просто удаляйте все ссылки. Данная система умеет генерировать временные ссылки, у которых есть время жизни. Чуть позже я покажу, как это можно настроить. Кроме того, если вы продаете электронные товары, здесь есть возможность выслать товар. Давайте я окажу свою почту и выбираем продукты. То есть здесь мы выбираем продукты, которые у вас есть. Например, если вам просто нужно напрямую отправить продукт. Нажимаем отправить. Вы получите сообщение «Письмо отправлено». Его можно закрыть, но на почту вы ничего не получите. Это происходит по нескольким причинам. Первая из которых это то, что мы не поменяли AppInv. Этот параметр нужно поменять на Prodo. То есть мы изначально Dev устанавливали, чтобы смотреть ошибки. Здесь мы устанавливаем на Prodo. Следующее, что нам необходимо сделать. Для того, чтобы почтовые клиенты доверяли нашему домену, нам необходимо добавить некоторые записи в настройках доменов. Переходим в «Мои домены», «USALE» и здесь открываем DNS. Здесь убедитесь, что у вас стоит вот такой параметр «SPF1». Если у вас данного параметра нет, переходим в «Ридми тексты». И здесь мы видим строчку «Настройка DNS домена для почты». То есть первый столбец под домен, мы видим это у нас собачка. Второй – «Тексты тип». И третий – это именно вот такой параметр. Давайте посмотрим. То есть вот такой параметр у вас должен стоять. Далее необходимо убедиться, что то же самое у вас работает и на поддомене. Обычно это автоматически туда клонируется, поэтому давайте откроем DNS. И здесь мы видим, что данная запись у нас присутствует. Благодаря этому почтовые клиенты будут доверять нашему домену и не отправлять его в спам и не блокировать получение почты. Отлично, мы видим, что письмо нам приходит. У нас правильное название магазин подарков, у нас правильная почта коммерческая и кому это приходит. Ну здесь я думаю понятно, вы можете добавлять какие-то продукты, вы можете убрать продукты, если у вас физические товары. Давайте посмотрим, как редактировать вот этот шаблон и потом уже перейдем к продаже. Переходим в файловый менеджер, usale, templates, emails и здесь есть два файлика. Order email admin, html.twig, где вы можете редактировать шаблон письма, который приходит администратору при успешной продаже. И также paid order html.twig. Это именно шаблон письма, который приходит. Здесь мы видим, в цикле у нас выводятся ссылочки, которые мы прикрепляем. У нас есть description и так далее. То есть данный шаблон вы можете поменять по своему усмотрению. Ну и теперь можно сделать тестовую продажу, но предварительно необходимо указать URL для уведомлений. Обратите внимание, что у нас магазин имеет вот такой URL, то есть sale.usale.ru, то есть это наша CRM. Здесь просто необходимо ввести sale.usale.payment.notification, то есть в HTTP уведомлениях. Данную строчку вы найдете, кстати, в README, чтобы вам было удобнее сюда ее вывел. Вот не забудьте настроить HTTP уведомления в U-Case. Отлично, сохраняем. Ну вот эти вот чекбоксики у вас должны быть включены. Сохраняем. И давайте перейдем к разметке непосредственно. Так, это мы можем закрыть. Переходим в public.html, наш сайт, то есть это ваш сайт, ваш лендинг или приложение. И здесь мы видим вот такую форму. И здесь будет уже готовая форма, но в данном видео все-таки покажу, как это настраивать. Смотрите, у нас есть какая-то форма, то есть формочка. Здесь необходимо указать action, то есть куда мы будем перенаправлять после отправки формы. Здесь можем взять в этот URL, но вместо notification мы введем форм, то есть это у нас форма. Ваше имя. Name – это name. Данный backend написан на Symfony, поэтому при должной подготовке вы сможете кастомизировать эти поля. Но такого функционала хватает в 90% случаев. Ну и давайте еще укажем target blank, чтобы страница оплаты у нас открывалась в новом окне. Также в форме нам необходимо, ну в готовом примере вы найдете этот пример. Давайте посмотрим. Там будет вот такая вот строчка, то есть type hidden и продукт id. Дело в том, что мы можем динамически получать цену по id. Посмотрите, готовый пример example.html. Там все будет понятно. Здесь мы укажем id напрямую. Давайте перейдем в админку, продукты. Здесь я не стал выводить id куда-то в интерфейс. В общем-то давайте перейдем в URL посмотрим. И здесь мы увидим entity id 21. Это именно id-шник товара, который нам необходимо указать в html форме. Все довольно просто. То есть value мы указываем 21. Ну и все, друзья. Форма готова для продажи. То есть это очень просто. Вы сможете повесить это на любую абсолютно форму, разместив CRM на поддомене и указав некоторые обязательные поля. Это action, name, email, notes. Вы можете убрать. Это не обязательно поле. Вы можете добавить свои поля. И также input type hidden, product id. Это тоже очень важно. Давайте сохраним. Перейдем на главную страницу. Обновим. Ну и друзья, мы можем попробовать оформить заказ. Давайте попробуем оформить. И чуть не забыл. Здесь конечно же, конечно же, друзья, нам нужно указать метод. Поэтому здесь давайте укажем метод. Post. Сохраняем. Давайте попробуем купить наш товар за 20 рублей. Кстати, цена здесь выводится напрямую, хардкодом. Но в example.html вы можете посмотреть, как цена берется с помощью PHP. Давайте попробуем оформить заказ. Отлично, друзья. И мы переходим в оплату нашего заказа. Здесь в деталях это первый продукт, то есть название, номер заказа. Ну все, друзья, мы можем сделать оплату. Нам пришла смс. И мы видим, что оплата у нас успешно прошла. Мы можем вернуться на сайт. И здесь обратите внимание, вы найдете такую форму. Спасибо за покупку, проверьте вашу почту. Данную формочку вы можете отредактировать. Смотрите, где. Templates. Thanks.html.twig То есть здесь я какую-то базовую разметку добавил. Вы можете сделать свое. Но это симфония, друзья. Вы можете обратный ответ оформить и как подписку на сайте. Вы можете расширять бесконечно возможности. Собрано и сделано это все добротно. Кастомизируемо. То есть расширяемо под любые проекты. Здесь вы можете поменять. Thanks.html. И мы видим, нам пришли три письма. Магазин подарков, данные по вашему заказу. Письмо, которое приходит покупателю. Здесь мы видим, спасибо за ваш заказ, номер заказа и так далее. То есть этот шаблончик вы подредактируете. Если у вас нет электронных товаров, вы вот эту историю всю убираете. И обратите внимание, при наведении внизу, вот здесь, ну то есть видим, внизу появляется такая строчка. Sale You Sale Payment Link. Это временные ссылки. Сейчас, чуть позже я расскажу. Давайте пройдемся по письмам. Вы получаете на почту админа продажа товара. Вот такое письмо. Здесь данные о пользователе, с которым будет работать уже менеджер. И электронная копия чека, которая приходит покупателю. То есть вы можете настроить отправку чеков и автоматически будут отправляться чеки. Все очень шустренько, круто и удобно. Про временные ссылки. Временные ссылки ограничены 7 днями. То есть через 7 дней, когда покупатель перейдет по ссылке, он уже не сможет получить товар. Потому что время ссылки закончится. Это можно изменить в SRC, Service и Temporary Link Creator. Давайте откроем. Пролистаем чуть ниже. Смотрите, здесь у нас есть модификация плюс 1 день. То есть по умолчанию 1 день. Здесь вы можете указывать любое количество дней, сколько будут действовать ссылки. В админке у нас есть раздел «Временные ссылки». Здесь все сгенерированы временные ссылки. Они будут накапливаться. Их может быть бесконечное количество. Поэтому их необходимо чистить. Давайте перейдем в панель управления. Эту всю историю мы закроем. Переходим в инструменты. CronTab. Здесь мы добавляем новое задание Cron, которое будет очищать наши ссылочки. Давайте перейдем снова в README. И здесь я покажу вам, где это находится. Смотрите, вот задание CronTab. Вот такой шаблончик у нас. 00 звездочка, звездочка, звездочка. 00 день, звездочка. То есть каждый день. И команда, которая будет выполняться. Здесь мы берем вот эту команду. Вставляем. И здесь очень важно, чтобы был правильно указан путь до проекта. То есть смотрите. Userbin. PHP 8.1 мы используем. Как указать путь до проекта. У нас вот такое название аккаунта. Значит аккаунт лежит в папке A. У каждого хостинга по-разному. Это вы можете написать в поддержку. И там вам скажут путь. То есть правильный путь. Путь до вашего проекта. Home. A. Название нашего аккаунта. Папка платежная. Давайте откроем в новой вкладочке. И посмотрим папочку. Это saleusale.ru. Свойства. Можем скопировать название просто. И здесь вставляем. То есть наше название аккаунта, которое лежит в папочке A, которое лежит в папочке Home. Отлично, добавляем. И давайте посмотрим, что у нас за задание. Ну то есть смотрите, переходим в файловый менеджер. Здесь у нас есть папочка bin, в которой находятся консольные команды. Если будут какие-то дополнения, я их подмонтирую. И вы их найдете уже в папочке видео после скачивания материалов. Спасибо за внимание, друзья. Встретимся в новых уроках. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok